Всем привет! Когда-то для вас мы уже снимали видеообзор про данный проект, про Дусит Башню. Было примерно полтора года назад, но с тех пор поменялись цены и, что самое важное, кардинально поменялась система платежей и рассрочка в этом проекте. На сегодняшний день это, наверное, самое лояльное условие для покупки недвижимости в ПТЕ. В общем, сейчас все расскажу, покажу еще раз проект и дальше поговорим в цифрах. Пошли! Напомните, что бассейн, спортзал и сауна находятся здесь в передней части проекта, но поставили вот такую калитку с электронным пропуском для того, чтобы никто посторонний не приходил. Что у нас здесь? У нас здесь бассейн, неглубокий, детский. Здесь сауны, финские, турецкие, по одной для мужчин и для женщин, то есть в купе всего 4 парные. Здесь основной бассейн. Проект небольшой, с небольшим количеством квартир, поэтому огромного бассейна здесь нет, это не резорт. Но бассейн довольно глубокий, где-то метр семьдесят, метр семьдесят пять глубиной. Есть отдельная зона с жакузи. Сюда поднимаемся, там у нас будет спортзал. Здесь на входе есть офис управляющей компании, там, кстати, висит расписание. Каждый там буквально час приезжает трансфер от застройщика и возит людей либо до набережной, либо до гипермаркетов. Идем внутрь. Система безопасности во многих проектах выстроена таким образом, что ключ-карточка, который у вас есть, может отвезти вас, как правило, только на ваш этаж, либо на первый. Но это сделано для того, чтобы, опять же, посторонних никого не было. У нас здесь 36 этажей. Начинаем с 27-го. Замки здесь на дверях, опять же, открываются с помощью магнитной карты или пин-кода. То есть не обязательно с собой ключ иметь. Хотя, кстати, на лифте туда не поднимешься. Но в любом случае можно открыть еще пин-кодом. Здесь сенсорный замок стоит. Стандартный one-bedroom. 35 квадратов. Сдается со всей мебелью и техникой. Все, что видите, ну, за исключением посуды, постельного белья, ну, и всех вот этих вот декораций. В спальне установлен шкаф. Есть небольшой туалетный столик. Естественно, кондиционеры, телевизоры. Все это есть в каждой комнате, в каждой спальне. Кухня тоже полностью всем укомплектована. Даже по стандарту стоит стиральная машина. Встроенная микроволновка с функцией духовки. Плитка, вытяжка, всякие полки. Все, что есть, все нужно. Диван также по стандарту в Ducity стоит раскладной. Поэтому, если у вас пришли гости, родственники, друзья, без разницы, расстелили спокойно 3-4 человека в этой квартире поместятся. Еще, кстати, очень удобный момент, что здесь планировка такая, что выход в туалет идет с зала. Есть планировки, когда выход в санузел идет через спальню. Не совсем удобно, особенно, когда к тебе приходят гости. Здесь, особенно если ночью, здесь удобно всем. И гостям, и хозяину. Стандартная душевая, кабина, туалет-раковина. Балкон. В Ducity на видео это не так будет заметно. Окна все тонированы. Поэтому сейчас на улице довольно светло. Но в квартире прохладно, за счет того, что есть тут тонировка. Стартовые цены на такую планировку здесь идут от 3 миллионов 150 тысяч бат. Как выглядит та супер рассрочка, о которой я сказал в начале, я расскажу чуть позже, когда посмотрим еще две планировки. Это следующая планировка тоже квартира с одной спальней, но 44 квадратных метра. На мой взгляд, наверное, самая удачная планировка, которая есть в этом проекте. И из недорогих. Сразу скажу, тогда не буду томить. 3 500 старт. Рассрочки как выглядят чуть позже. Знакомимся с квартирой. За счет того, что эта квартира угловая, основная ее фишка, ее преимущество это вид. Вот отсюда видно, это не фронтальная часть, как вы догадались, это обратная часть здания, но отсюда все равно видно весь город. Красавица Паттайя раскинула свои корни. Вот. Здесь у нас стандартная кухня идет. По факту тот же самый one bedroom, но только с таким уже с выделенным, как кухонной зоной или с выделенным залом, нельзя как это назвать. Но места здесь больше. Здесь вход в туалет, также с общей зоной. Опять туалетный столик, шкаф, блузочку у меня здесь повесили. Делегантно? Ладно, в Таиланде не смеются над такими шутками, потому что они до более правдивые. Спальня такая же по размерам. Ну, вид, реально же крутой. Просто суперкрутецкий. Мы сейчас на 34 этаже. Видно, что дождь потихоньку подползает. Вон южная часть, где амбассадор, где банксерей, видно, затянуто. Ну, сейчас конец сентября. Самая капризная погода. Итак, 3,5 миллиона бат. График в ТЖ чуть позже. Смотрим следующую планировку. Квартиру с двумя спальнями. Пойдем. Это квартира с двумя спальнями. Здесь 70 квадратов. 69, если бы точно. По факту, вот здесь стояла стенка. Вот вы даже видите. У нас несущая колонна. Здесь стояла вот так вот стенка. И это были две односпальных квартиры, которые мы показали в самом начале. Стенку убрали, сделали себе две спальни, два санузла. Чуть-чуть по-другому уже выглядит кухня. Уже на 4 конфорки. Плитка, она такая угловая. Здесь можно сказать, что это хозяйская спальня. Потому что здесь выход в туалет идет со спальнями. И здесь еще сделали небольшой гардероб. Ну и стандартный санузел. И, кстати, дверь вы заметили. Поставили слайдовую дверь, потому что обычная здесь бы вообще не вписалась. Забрала бы все место. Естественно, стоит раскладной диван. Поэтому здесь 5-6 человек спокойно можно поместить. Стандартный туалет с душевой. И еще одна спальня. Спальня похожа на все предыдущие. Шкаф, кондиционер, телевизор, кровать, туалетный столик. Ничем я здесь вас удивить не смогу. Пойдем посмотрим вид из окна. Это, кстати, у нас 20 этаж. Как видите, до моря здесь вообще рукой подать. Вон красавец Калан видно. Вид очень крутой с этой квартиры. Такие стоят от 6 миллионов 500 тысяч бат. Итак, как же выглядит та супер рассрочка, о которой я сказал в самом начале. Стандартная квартира бронируется депозитом 50 тысяч бат. Далее квартира фиксируется по цене. Мы готовим контракты. Стандартная процедура. Первый платеж, который составляет 30%, вы оплачиваете в течение одного месяца. И с этого момента у вас появляется право жить в вашей квартире и пользоваться ей по своему усмотрению. Сами жить, задавать в аренду, все. После 30% мы отдаем вам ключи. Остальные 70% разбиваются аж на 7 лет. Нет стандартного графика ежемесячно или ежеквартально. Нет. График обсуждается с клиентами, с каждым индивидуально. Вплоть до того, что может быть оплата с 40% или 50% за 7 лет. И в самом конце, через 7 лет, оплата остальные 20%. Естественно, документы на собственность вы получаете только после 100% оплаты. Это логично. Но, тем не менее, 30% ключи, 70% на 7 лет. На сегодня у нас все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, звонить нам, задавать вопросы по почте, в комментариях и следить за обновлениями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok